Привет, друзья! От физики сегодня мы переходим к антологии. Антология с греческого переводится как учение о существовании. Ну, онтос – существование, логос – учение, в данном случае переведем так. Иногда в русском языке еще говорят учение о бытии. Мне это слово не нравится. Бытие, оно как-то звучит по-церковному, поэтому я буду использовать слово «существование». В какой-то момент достаточно быстро философам уже было недостаточно физики. Собственно, то, что наблюдаемо, то есть природы, как сегодня говорят. А возникли вопросы, которые уже не объяснялись в рамках только наблюдаемых вещей. Вот, собственно, эти вопросы и рассматривает антология. Это все вопросы, которые связаны тем или иным образом с существованием. Ну, самый главный вопрос антологии – что существует? Не философу достаточно, ну, наверное, непросто понять, о чем идет речь. Ведь сегодняшний мир – это такой мир физики, науки, где никто не ставит под сомнение, что вещи существуют. Тем не менее, это очень наивный взгляд на мир. И занимаясь философией, со временем это становится очевидным. Потому что, ну, очевидно, что нечто существует. Но вот, чтобы это доказать или показать, вот тут следует, ну, очень серьезно напрячься. И как раз вот антология пытается ответить на этот вопрос. Что существует? Ну, я думаю, все понимают, что у каждой науки есть какие-то свои постулаты. То есть то, что она постулирует без доказательств. И важнейшими постулатами являются антологические постулаты. Например, физика допускает, что существуют физические тела. Например, математика, что существуют числа, фигуры и так далее. Химия, что существуют элементы. Биология, что существуют живые существа и так далее, и так далее. Каждая наука постулирует, но это не доказывает. То есть физика не доказывает, что тела существуют. Нет такой задачи у физики. У математики нет задачи, чтобы доказать, что существуют числа. У психологии нет задачи, чтобы доказать, что существуют мысли, представления, впечатления и так далее. Это принимается как данное. А вот философия не совсем этим не согласна. А именно какая часть философии? Антология совсем этим не согласна. И она ставит вопросы. Где существует? Когда существует? Где существуют тела? Когда существует? Существует ли время? Существует ли пространство? Что такое целое? Что такое часть? Что такое одновременность? И так далее, и так далее. Моя цель на данном этапе не дать определение антологии, а такое сделать краткое введение о том, о чем мы будем говорить. Мы рассмотрим учения нескольких философов касательно антологии. И, я думаю, у вас у самих появится свое понимание, свое понимание, собственно, антологии. Еще отмечу, что антология – это значительная часть всей философии. Возможно, даже половина философии – это антология. Философ, о котором мы сегодня поговорим – это грек Гераклит, живший в VI-V веке до нашей эры в греческом городе Эфес, находящийся сегодня на территории современной Турции. Кстати, пиво Эфес как раз берет название в честь вот этого города. Гераклит был, как по преданию, из царской аристократической семьи. То есть, он и должен был, в принципе, править или быть правителем, как минимум участвовать в правлении, собственно, Эфесом, этим греческим полисом. Однако, уже по традиции, Гераклит отказывается от царской власти и целый день сидит и проводит время в храме Геры, который был на тот момент один из самых знаменитых храмов в Древней Греции, в городе Эфес, в этом своем городе, и с детьми в этом храме целый день играет в камешки, то есть, в кости бросает там. Ну, кости уже были известны грекам, они были известны еще раньше египтянам. И вот он целый день с детишками сидит в камешке и в кости играет. Когда к нему подходят вот эти управленцы, правители, город говорит, Гераклит, ну ты как бы царь должен быть, у греков не было царей, но ты архонт, правитель нашего города, ты должен править, по крайней мере, ты имеешь на это право. Гераклит отвечает, нет, внешняя, внутренняя, вообще любая политика, это занятие не для людей, потому что я гораздо полезнее проведу свою жизнь, если буду целый день сидеть и играть с детишками в кости, чем занимаясь вашей политикой. Короче, он вот такое уже интересное отношение к власти у Гераклита и к обладанию властью. Тут есть у него еще второе высказывание, такое знаменитое, которое мне раньше нравилось, сегодня мне совсем не нравится, но тем не менее оно принадлежит. Гераклита, он говорил, что народ должен держаться за законы и сражаться за законы своего города, ну сегодня мы бы сказали своей страны, как за свои стены, то есть народ должен сражаться за законы, как за стены своего города, только тогда он будет жить хорошо. Раньше я тоже так считал, все должно быть по закону и так далее, но со временем я пришел к выводу, что законы, ну мы еще об этом поговорим, это все-таки, скорее всего, выгодны определенной части людей, но об этом мы еще поговорим, когда будем говорить о софистах в будущих лекциях. Поэтому есть некоторые законы, которые, а особенно в таких странах, где диктатура, например, современная Россия, те, где законы пишутся и принуждают к их исполнению чисто в пользу действующей власти. Поэтому Гераклит, скорее всего, ну я в этом убежден, он не прав, когда говорит, что народ должен сражаться за закон, как за свои стены. Хотя раньше я считал, что да, законность может обеспечить процветания того или иной страны. Это было бы так, если бы законы писались бы какими-то инопланетянами для людей, или искусственным интеллектом. А так как люди сами себе пишут законы, поэтому один человек не может написать законы, которым должен подчиняться другой человек. Это, кстати, одна из основ философии. Воля человека, ваша воля конкретная, она выше всего остального. Если у вас есть воля к чему-то, вы чего-то хотите, ни один закон или ни одна традиция, обычай не должны препятствовать исполнению вашей воли, ваших желаний. Тогда вы философ, вы живете как философ. Один из философов говорил, Аристип, о котором мы поговорим тоже, возможно, в будущих лекциях, что если все законы вдруг исчезнут, единственный из людей, кто не изменит свою жизнь, чья жизнь не изменится, это как раз будут философы. Потому что философы живут не по законам, а по своим принципам. Следующее, чему учил Гераклит, это, что дурные люди суть противники истины. Мне очень нравится это выражение, оно может многое объяснить и многому дать понимание. То есть это, наверное, первое определение плохого человека в истории, по крайней мере, в истории науки, в истории философии. То есть плохой человек — это тот, кто противится истине, а считает, что есть более важные вещи, чем истина. Приведу пример из своей жизни. Ну, это я без имен, но тем не менее, в общем, вы поймете, о чем идет речь. Однажды я с моим близким другом, мы были, скажем так, судьями у студенческой конференции. Ну, судьями в том смысле, те люди, которые выносят решение, какое выступление лучше, какое выступление хуже. Ну, там была такая состязательная конференция студентов. И, короче, после всего оказалось, что победил, после объективного подсчета баллов, не только мы, там было жюри, там мы шести человек, по-моему, мы были членами, одними членами жюри. Оказалось, что студент с первого курса, буквально новичок, как бы он только поступил в университет, нам несколько месяцев прошло обучение, он получил больше всего количества баллов. То есть он победил. Тут бесспорно. Но оказалось, что есть еще одна комиссия, которая выше, чем жюри, и они вынесли решение, что победил другой человек, не учитывая вот эти баллы. Это было новостью для нас, и в частности для жюри. Потому что, ну как так? А оказалось, что было принято то, что называется политическое решение. Если вот этот студент ему сейчас присудить победу, хотя он реально победил, то он зазнается и перестанет хорошо учиться, поскольку он только на первом курсе. А вот если бы он был на третьем курсе, тогда можно было ему присудить победу. Вот, собственно, иллюстрация, что имеет в виду Гераклит под «Дурные люди. Суть противники истины». Истина победил, то есть по объективным критериям, победил студент первого курса. Но ему нельзя, люди своим решением принимают, что ему нельзя присудить победу, потому что он только на первом курсе и как бы присуждают победу студентам с третьего. Это последний курс в баллонской системе. Вот тогда я понял, о чем говорит Гераклит. Более того, я понял, что такое политика. Вот это называется политическое решение. Политика — полная противоположность истины. Люди, занимающиеся политикой, дурные люди в определении Гераклита, потому что они всегда стараются сделать так, чтобы истина прошла вот этот фильтр их воли. Собственно, это и есть определение, еще одно из определений политики. Именно поэтому Гераклит не собирался заниматься политикой. Философия — это полный антипод политики. Если вы начинаете заниматься философией по-настоящему, вы обязательно, у вас будет вызывать рвотный рефлекс, будет вызывать в первую очередь политика. И вот этот пример как раз и демонстрирует, что такое политика и что такое дурные люди, которые противники истины. Следующее, чему учил Гераклит — многознание уму не научает. Опять же, дам тут некоторую свою интерпретацию. То есть вы можете знать все, от этого вы умнее не станете. Ну, вспомните Гугл, который знает все, или там какой-нибудь поисковик Яндекса, но вы вряд ли скажете, что Гугл умный или Яндекс умный. Он просто знает все. А тут появился еще один такой товарищ, Анатолий Вассерман, который великий эрудит. Он знает все, но вы видите, насколько он туп, поддерживая, во-первых, уйдя в политику, ничего не делая. Абсолютно политики ничего не делают, кроме того, что я описал только что. Поддерживая войну. Человек, который называет себя умным, поддерживает войну. Войну захватническую. То есть напасть на других людей с целью их ограбить. И это человек один из умнейших, как многие считают. Но он не умнейший, он эрудит. Он много знает всяких фактов, но он абсолютно туп, хотя бы в том, что поддерживает войну. Вот теперь вы видите, такие примеры показывают, что многознание уму не научает. Если человек много знает именно фактов, какой-то информации, это совершенно не значит, что он умный. Любой ребенок, который знает мало, фактов может быть умнее этого человека. Поэтому никогда не стремитесь накапливать информацию. То есть вот решать эти кроссворды, вы можете решить кучу кроссвордов, вы умнее не станете. Если вы будете читать книги с целью только развлечений, или вы тоже умнее от этого не станете. Уму научает не объем информации, а ее применение. Собственно, умы есть применение того, что вы имеете к решению каких-то задач. Поэтому вот еще одно учение Гераклита. Многознание уму не научает. Теперь, увы, актуальное. Еще одно учение Гераклита, то, чему он учил, что война – отец всего. Война или распроя, или конфликт, как бы мы сегодня сказали, это отец всего. Я долгое время не понимал, о чем говорит Гераклит. И интерпретировал это как, ну, например, если вы футбольная команда, дворовая, хорошо там играете, вы все считаете, что вы суперфутболисты. В какой-то момент вы вдруг идете на соревнования и соревнуетесь с другими командами, футболистами, вы точно определяете и понимаете свое место. Ну, то же самое, что Советский Союз существовал. Например, Советский Союз, я говорю то, что я знаю, существовал, у него там были лучшие автомобили, лучшие ученые, по мнению самого Советского Союза, лучшие самолеты, лучшие оружия, лучшие. До того момента, пока Союз не рухнул, как оказалось, что у него на самом деле худшие машины, худшая одежда, худшие и так далее, и так далее. Ну, одна из худших в мире. То есть, вот так я понимал, когда вот эту фразу Гераклиту, что конфликт Гераклита, что война отец всего. То есть, только соревнуясь, ты можешь выяснить истину, что лучше, а что хуже. И я всегда очень отрицательно относился к войне, пока я не увидел, что случилось вот с 24 февраля и до сегодняшнего дня. Сегодня, напомню, август, месяц 2022 года. Когда я увидел, что не все так просто, и скорее всего Гераклит прав. Война отец всего, именно всего. Потому что я увидел, что представляет вот это государство российское. И что представляет собой на самом деле величайшая армия мира, или какая-нибудь там вторая, которые вообще не умеют воевать никак, а занимаются абсолютно терроризмом, как последние, не знаю даже, как это назвать, просто могут наносить удары по мирному населению, убивать там, не знаю, женщин, которые... Я, как видел эти кадры, когда девушка лежит убитая, там, с оторванными конечностями. Видно, что она утром готовилась, там, не знаю, красилась, надевала одежду, чтобы выглядеть красиво, а через час она лежит на вокзале в Краматорске, в крови. И при этом какой-то... Ну, я не знаю, тоже ругаться нельзя на Ютубе. Поэтому, скажем, какой-то отличный, сказочный человек сидит и смотрит эти кадры, думает, да, вот я воин, я настоящий воин, я запустил ракету в мирных людей, и я смогу победить, и называю это войной. Ну, понятно, что эти люди, они давно уже забыли, что война, по крайней мере, раньше, это были воины, воюющие на поле боя, а не убивающие мирное население. Ну, конечно, это все началось далеко не с России, хотя, кто знает, Первая мировая война, как раз тоже, когда стали применяться химические вещества, химические газы, вот эти газы, отравляющие для уничтожения врага. Какая-то война, это просто подлость, торжество подлости и мерзости. Поэтому война, отец всего... Я увидел, что из себя представляют те люди, которые поддерживают войну, которые молчат. Войну я имею в виду, я не против войны теперь, я не против того, чтобы защищать. Война бывает разная, но вот против того, что какие-то... Я понимаю так же, что правил нет, на войне особенно, правил нет. Делай, что хочешь. Ты сильнее, кто сильнее, тот прав. Я это понимаю. Но при этом оказывать поддержку или там молчать или подать руку какому-то там вот этому... Даже я не знаю, как... Ну, я бы, честно говорю, если бы мне сказали на выбор, у меня не было бы выбора подать руку Гитлеру или подать руку Путину, я бы скорее подал руку Гитлеру. Я правду так говорю, потому что... Потому что вот так вот. Потому что, ну, ну, смешно просто. Вот эти все ФСБшники, вот эти все прислужники. Ну, я... Худшего я ничего не видел в своей жизни среди людей, более худших я не видел. Которые не создали ни одной спички. Не то, что там космическая корабля, спички. Все было украдено, своровано, сошпионено. И вот эти люди, они надеялись, что они войдут в смелые, к смелым людям придут. Эти люди умрут, но вам не дадут ничего. Потому что вы не тот мир, который... который вы несете. Ну, я бы не хотел видеть мир вот такой. Мир, как Россия. Я бы не хотел видеть такой мир. Я имею в виду сейчас государство и людей российских. территория прекрасная у Руси. Там есть красивые природы, красивые, возможно, города. Хотя я не знаю, в каких городах красивых может идти речь, если и архитектура даже этих городов, она полностью... Ну, тот же Санкт-Петербург, это тот же Милан. Просто те же архитекторы строили и так далее. Не знаю. Стоит мне вообще об этом высказываться в рамках лекций. Война отец всего в том смысле, что она открывает глаза и ты уже не спрячешься. Ты не можешь промолчать, тогда тебе точно видно, кто ты. Ты не можешь высказаться и соврать. Тоже будет видно по тебе. Поэтому война это крайняя степень людского существования по Гераклиту и она крайняя степень прозрачности. Она делает все прозрачным и явным. И видно, кто что из себя представляет. Теперь я понимаю это так. Если раньше я понимал, что война это просто соревнование, которое выявляет лучшую команду или лучшего человека, то сегодня я понимаю, война это максимальная степень прозрачности, максимально явным делает то, что было скрыто и то, что было неясно и то, что было затуманено. Сегодня я прекрасно осознаю, какое государство и что из себя представляет. Я не говорю о стране, я говорю о государстве и о тех, кто его обслуживает людях. Поэтому Гераклит был в этом вопросе, видимо, очень и очень глубоким человеком. Хотя следует добавить, что его прозвище Гераклита это Гераклит темный, потому что многие его тексты написаны не ясным языком. Он полагал, что тому, кому надо, тот поймет, а кто не может понять, тот настолько глуп, что даже то, что он поймет, он не поймет. Поэтому для него и не надо писать ясно. Поэтому Гераклита тексты, они очень такие написанные неясным языком, то есть темные. Даже Сократ, когда ознакомился с работами Гераклита, он сказал, то, что я понял, гениально, а то, что не понял, там даже долоский ныряльщик до туда не донырнет до таких глубин этих текстов. Ну, что еще сказать о такой жизни Гераклита, то есть то, что ни напрямую не связано с его антологией. Гераклита назвали плачущим философом, в отличие, как я в прошлый раз рассказывал, о Демокрите, который смеющийся философ, смеялся над теми людьми, которые считают, что в жизни есть вещи поважнее, чем ученость или философия, то есть чем занятие философии. Гераклит же плачущий философ, потому что он плакал над людской глупостью, он считал, что люди занимаются совершенно не тем, опять же, говоря, той же политики и совершенно не занимаются философией, поиском истины, и он над этим плакал, поэтому у него вот такое прозвище плачущий философ, в отличие от Демокрита смеющегося философа, ну и так же, как я сказал, у него прозвище также Темный, то есть Гераклита иногда называют Темным, иногда называют плачущим философом. Плакал он, плакал и сказал, я больше не могу жить с людьми и ушел из Эфеса и жил за стенами города в каком-то там шалашике, сколько-то, может быть, даже несколько десятков лет, прекрасно при этом существуя, к нему несколько раз опять же приходили делегации из города с целью попросить его править городом, однако Гераклит не соглашался. Там есть интересная история, когда стали подходить к его шалашу, там настолько вонь стояла, что делегация остановилась, а Гераклит говорит, да проходите, проходите, Бог живет и в таких местах, не только в храмах, то есть тоже вот интересное, но считается, что Бог может жить только в храмах, а вот Гераклит считал, что и в вонючем шалаше, где он жил, тоже может жить Бог. Суть в чем, что, ну, в конце концов его оставили в покое, но тут он заболел, и вот тут его проверка наступила его философией, потому что он, ну, по преданию заболел водянкой, то есть вода не выводилась из организма, он начал живот надуваться, но он чувствовал, что он умрет, если не решит этот вопрос, и тут он начал по чуть-чуть возвращаться в свой родной Эфес, но он не хотел говорить напрямую, и он там подходил к врачам и говорил, что бы ты сделал, если бы надо было осушить море, то есть говорил опять же в своей темной манере, ну, там все ему разные давали советы, он их там пробовал, а один врач ему сказал, ну, я бы, наверное, сложил огромную кучу навоза возле моря, и когда бы навоз высыхал, он бы впитывал в себя вот эту морскую воду и таким образом бы осушил море, ну, Гераклиту понравился этот совет, он пошел, прежде чем вернуться к себе в шалаш, обмазался полностью навозом, возвращался к себе вот там за стены в свой шалашик, а собаке его не признали, ну, как вы знаете, за всеми бродягами обычно ходит толпа бродячих собак, собаки не признали Гераклита и сожрали его, набросились на него и сожрали, из-за того, что он вот весь такой обмазанный навоз, ну, конечно, это одна из, только одна из нескольких версий его смерти, но, тем не менее, самая такая интересная, на мой взгляд, вот Гераклита сожрали собаки, когда он обмазался навозом, так завершил свой жизненный путь один из величайших философов Гераклит. Ну, теперь перейдем, собственно, к антологии Гераклита. В одной из прошлых лекций я говорил, что первоначало мира, то есть архе мира по Гераклиту это огонь, он такой весь неуловимый, а вот почему огонь, сейчас поймем. Гераклит, я думаю, вы слышали эту фразу Гераклита, панторей или все течет, все изменяется. В одну и ту же реку нельзя войти дважды, потому что уже и река не та, и ты не тот, когда входишь в эту реку второй раз. Вот это, в общем-то, описывает всю онтологию Гераклита. Гераклит действительно не мог понять, почему люди считают, что все вещи неизменны, не только люди, а философы, в первую очередь, до него. Почему вещи неизменны? Он видит изменения во всем, каждый, каждый момент времени происходят какие-то изменения. Даже я, когда это говорю, я начинаю говорить одним человеком, там столько движений происходит, если уже говорить современным языком в элементарных частицах, что заканчиваю я говорить уже другим человеком. Гераклит это гораздо проще объяснять. Он говорит, я начинаю говорить, когда мне 40 лет, а заканчиваю, когда мне 40 лет и 2 секунды. То есть, я уже не тот. И если я и был, то где я был в прошлом, а если я и буду, то где я буду в будущем. То есть, нету никакого меня стабильного. Я все время вот такая куча бытия, мое существование все время меняется. Я все время разный человек. Все время. И так происходит с каждой вещью. Нет ни одной вещи, которая бы все время находилась в одном и том же огромной скоростью уже поменял свое положение и в пространстве, ну и соответственно во времени. И собственно Земля обращается еще и вокруг своей оси, а также собственно вся Солнечная система обращается вокруг центра галактики. Короче, мы с огромной скоростью несемся в пространстве. Меняются поля, меняется гравитация, меняется само наше строение. То есть, все. Наши, каждая вещь на Земле и говорить, что все вещи это одна и та же вещь все время об этом, ну, по меньшей мере, не очень умно требуется доказывать. И вот первый, кто обратил на это внимание, как раз Гераклит, что мир это такое постоянно сменяющееся существование, это постоянно сменяющее свои состояния каждая вещь. То есть, вот что-то такое представляет собой мир. То есть, он подобен огню. Огонь, как вы знаете, по-гречески пир, отсюда пиротехника и так далее. То есть, вот мир это такой пир, пир в смысле огонь. Все время меняется, он никогда не стоит на месте. Вот как огонь, если вы смотрите на огонь, он не бывает одним и тем же ни в один момент времени. Вот мир примерно такой же по Гераклиту. Соответственно, именно отсюда Панторей все течет, все изменяется. В одну и ту же реку нельзя войти дважды. Но что-то же все-таки мы видим какой-то порядок. Вспомним даже тех же пифагорейцев со своим космосом, красивым, прекрасным миропорядком. У Гераклита тоже что-то есть, что-то все-таки есть в этом хаосе упорядоченное. хаосе, в смысле вот в этом огне, в постоянно меняющемся мире. И он в этом видит, в этом хаосе, то, что закономерно, то, что все время, ведь все повторяется именно по каким-то законам, не просто все хаотично разлетается. Вот эта вещь как-то сохраняется. Я вроде бы другой, но все-таки какая-то что-то во мне похоже на то, что было до этого. И вот этот мировой закон, который все-таки дает вещам вот это сохранение, то есть, что мир все-таки какой-то для нас представляется все-таки каким-то похожим на тот мир, который был. Вот эта закономерность, или я не знаю, как это назвать, но Гераклит называет это логосом. Именно он придумал это слово логос. И как видите, это не совсем слово, потому что в греческом языке можно использовать это слово как слово логос, как собственно слово, но именно в философском смысле логос это вот такой разум мировой, то есть что-то разумное в мире, что-то, что сохраняется, какая-то закономерность. Мне нравится, лучше всего интерпретирую я это как закономерность. В мире наблюдаются какие-то закономерности, то, что в русском языке. В английском есть очень хорошее слово pattern. Вот в мире наблюдаются паттерны, на русский язык это слово, увы, не переводится, ну переводят там как узор, но лучше перевод скорее всего закономерность. Вот в мире наблюдаются какие-то закономерности и эти закономерности Гераклит называет логосом. И соответственно самое близкое слово к логосу это как разум. И даже латинское слово ratio от которого происходит рациональность это прямой перевод с греческого языка слова логос, а в русском слове разум как раз происходит от латинского ratio. И вот мы получаем что логос это самое близкое к русскому слову разум. То есть есть какой-то разумный замысел в мире, но не в плане какого-то существа. Возможно это тоже возможно, но что-то есть разумное в этом мире и вот Гераклит это называет логосом. Интересно как я уже говорил в одной из лекций что в начале было слово как в Библии написано, но там используется слово как раз логос. В начале был логос если уже говорить по-русски. И соответственно тут можно интерпретировать тут скорее всего идет речь в Библии. Ну поскольку она написана на греческом языке как раз идет о логосе Гераклита то есть о разуме и в начале было слово это удобный перевод для церкви. Понятно в начале было слово верь слову и тогда и делай так как в слово это в священном писании сказано. Но если будет в начале была некая закономерность то Библия скорее ближе к науке я имею вот эту фразу то есть в начале была некая закономерность и соответственно ищи закономерности в мире то есть будь ученым но это конечно интерпретация не любима церковниками но вот когда услышите что в начале было слово задумайтесь потому что это всего лишь одна из интерпретаций одна из толкований Библии и даже не самое точное на мой взгляд тут гораздо точнее подходит вот эта закономерность разум в начале в начале был разум то есть в начале была научная закономерность вот этих всех изменений мира и то есть не в начале в смысле во времени а начало как главное в мире это вот эта закономерность вот так можно перевести гераклитовский логос который слово которое он собственно и ввел в науку и философию когда вы слышите логика или там биология или антология это все вот этот гераклитовский логос то есть соответственно биология это не наука о жизни как сегодня переводим дословно это скорее будут какие-то закономерные жизненные закономерности или разумность жизненная логика собственно это есть чистая вот эта закономерность и так далее ну и еще одно о чем я хочу вспомнить в связи с гераклитом то что приписывают ему как изобретение это так называемый закон единства и борьбы противоположностей ну в таком виде обычно его преподносят в советской так называемой философии потому что никакой философии в советском союзе не было но тем не менее борьба и единство противоположностей что это значит а значит это то что например болезнь делает приятным здоровье голод делает приятным сытность усталость делает приятным отдых и так далее то есть чтобы понять что такое здоровье надо заболеть чтобы понять насколько оно приятно быть здоровым но чисто логически тут он как бы видит что противоположности Гераклит видит не могут существовать одна без другой будучи при этом противоположными например если говорить о свете и тьме зачем вводить тьму как некая существовала ну некую сущность тьма это просто отсутствие света все тут если бы не было света мы бы ничего не знали о тьме и соответственно если бы не было тьмы мы бы ничего не знали о свете это эти две ну собственно это две противоположности но одна без другой не может существовать соответственно единство противоположностей а борьба в том что они как бы противоположны они борются свет и тьма это все время борьба Ну, если вы вспомните Булгакова, когда вот этот Левий Матвей приходит. Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? Ну, суть в том, что он как раз вспоминает этот закон. И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ты хочешь всю землю ободрать от теней. Что будет, если останется только свет? Нет, ничего не будет, света не будет, потому что, чтобы был свет, нужна тьма. Мы бы ничего не узнали о свете, если бы не было тьмы. Мы бы ничего не знали о добре, если бы не было зла. Мы бы ничего не узнали о здоровье, если бы не было болезни. Ну, представьте, никто бы никогда не болел, тогда бы не возникло и термина, ну, слово «здоровье». Если бы никто, не знаю, никогда не любил, тогда бы не возникло слово «ненависть» и так далее. То есть, вот этот закон единства и борьбы противоположностей приписывается как открытие Гераклиту. Тоже интересная, не совсем антологическая, а скорее логическая часть его учения, но тем не менее, вот это открытие Гераклита. И, как мы видим, обозревая всю сегодняшнюю прошедшую лекцию, Гераклит уже такой серьезный философ, которому следует изучать уже отдельно, отдельно понимать и смотреть, кто как интерпретирует его тексты. То есть, тут уже нельзя обойтись общими такими фразами, как я сегодня делаю в рамках этой лекции. Поэтому Гераклит уже требует серьезного отдельного изучения. И это в рамках одной лекции, причем на ютубе, вряд ли вы поймете его учение. Вам придется, если вас заинтересовал Гераклит, придется серьезно ознакомиться, во-первых, непосредственно с его текстами, что осталось, с текстами древних интерпретаторов и современных интерпретаторов. И, возможно, тогда вы поймете философию Гераклита. Ну, на этом у меня на сегодня все. А еще раз напоминаю, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Это помогает в продвижении канала. И, соответственно, я буду делать больше видео, у меня появится больше мотивации. И, возможно, вы узнаете что-то новое из философии. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok